Дождь 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 второй раз. Он не любил играть со слабым соперником, а он играл против самых сильных. Он говорит, вот против сильных я играю. Он выходил, там чехом забивал, и канадцем забивал, и... потрясающе. И дед Серёжа подошёл, говорит, то ты что, в ЦСКА играешь? Я говорю, да. У меня, говорит, там внук играет. Я говорю, а кто? Валерка Харламовна. Теперь всё решит третий и последний период. Чемпионы мира устремляются на штурм. Давно у нас не было такой сильной пятёрки, как на этом чемпионате мира. Михайлов, Петров, Харламов, Васильев, Гузев. Остановить их просто невозможно. И Валерий Харламов, номер 17-й, посылает ворота шведов вторую шальбу. Харламов проходит всё поле. Пас Михайлову, гоу! 3-1! Бочные броски поворотом, силовые приёмы, всё это бывает, когда на поле играют сборные Чехословакии и Советского Союза. Ещё одна атака наших ликвидистов. Несколько передач, и Валерий Харламов ставит окончательную точку в матче. 4-2! Кажется, Харламов знал всю жизнь, потому что, когда, наверное, я только начал ходить и начал понимать что-то, то я слышал твине. Он же наполовину испанец. Он мне говорил, Вася, вы знали, что вот сейчас мы закончим играть в хоккей и уедем мы с тобой в Испанию. Я говорю, что там делать-то? Там уже футбол только, хоккей. Нет, хоккей поднимать? Вот. Там у меня бабка осталась, говорит. Сейчас завещание она мне написала. Говорит, мы туда едем и там будем поднимать хоккей. Вот её мечта была. Это сделаем. Играли с профессионалом в 72-м году. Ну и смотрим, хоккей наш проигрывает. 0-2. Там похоронный марш уже играет. Всё. И вдруг Женя Зимин забивает первую шайбу. Подушевились немножечко. Потом в пологе вторую шайбу забивает. Вот Валерка третью шайбу забивает. Там через стенку сосед стучит. Сергеевич, Валерка забил, туда-сюда. Я, конечно, здесь скатил. Я говорю, бабуль, отметь надо. Надо это туда делать. Потом ещё Валерка забивает шайбу. Ну тут уж сам Бог велел. Один из канадских журналистов сказал, что если русский выиграет хотя бы один матч, я съем свою газету. И вот в Торонто мы приезжаем, мы размещаемся в гостиницу. Потом нам говорят, спустись, пожалуйста, вниз на улицу. Спускаемся. Стоят много репортеров, кинокамера, журналисты. Думаю, что такое. Оказывается, это репортер. Решил сдержать свои слова. Выходит, берётся газету, рвёт. Ну, говорит, давай ешь. Он говорит, так не могу, можно с киселём. Ну, значит, кисель дают, такую чашку с киселём. И он туда мелкими кусочками оторвёт и ложкой ест. Валерка Орлов выбегает, говорит, нет, так не пойдёт. Покрупнее ему порвал, помешал, говорит, оттережь. Ну, сразу носки вверху. Знаете, мы там по Канаде-то мы их обыграли, посчитали задачи, выполнили. Всё уже, короли, хоккей. Здесь им, правда, вступили. Ну, так и то погибся. В московских матчах наши включили с самой высокой скоростью. Валерий Харламов хитроумно плетёт в дружевах комбинации. Харламова непросто поймать на силовой приём даже опытным канадским защитникам. У него финтов очень много. За счёт чего он и канатов-то обыгрывал? За счёт вот этих вот неординарных финтов, которые они не знали. Почему и канадцы его не любили, потому что он шёл в обводку, так вдвоих. выходил на ворота, не боялся, что там достанется ему. Ему часто доставалось и по ногам, по рукам, и по лицу. Когда у нас была встреча с против самолами, с канадцами, у них такой игрок Кларк нанёс ему тяжелёйшую травму. Вот он ехал от дальнего борта ко мне, и дорожка крови была через всю площадку. После того, как Кларк нанёс ему травму, он уже следующий игрок на блокаде. Но всё равно настолько сильные боли были, что он полную силу не мог себя проявить. Когда Валерка вышел играть, и как на него налетели, я думала, все жёны, вот Танька Михайлова, Надь Петрова, я, мы думали, мы все выскочим на лёд. Что там не Мишаков будет разбираться, а мы будем все разбираться. Когда его опять там завалили, началась эта заваруха, как там, Женя Мишаков бился. А я в любом испорт, как вот Валерку, как топором там, рыбы. Ну, я их молодой человек боялся. Бэк, Гарри Бэк, там мне вот это, а я выхожу, он показал, он мне там, да, он мне. Любимый раз, водился с ним, с канадцем, рекраску, что неинтересно. Когда, знаешь, на злость уже сам, они рубят, когда физически там сильные, катишь, тут уже распространение, показываешь, а братарь поехал, убивает. После памятных встреч СССР-Канада от былой снисходительности не осталось и следа, а недавние скептики превратились в восторженных почитателей советского хоккея, признавая, что наши мастера ни в чём не уступают канадским звёздам. Валерий Харламов, например, самая яркая индивидуальность советской команды. Так писали о нём народный хоккея. Можно конкретно говорить о Валерии Харламове. Ну, просто, я думаю о другом. Как так случилось, что в то время мы знали поимённо и пофамильно всех наших любимых героев спорта. И футболистов, и хоккеистов. И в этом была частица патриотизма нашего. Разрешите мне прежде всего от имени Центрального комитета комсомола, от лица всех комсомольцев, юношей и девушек нашей Родины поблагодарить... В 1972 году Евгений Михайлович Тяжелликов, лидер тупола нашего комсомольского движения, пригласил хоккеистов для того, чтобы поблагодарить их за отменное выступление на Олимпийских играх в Саппоро. Валера Харламов сыграл Саппоро блестяще, просто потрясающе. Он был самым лучшим игроком на этой белой Олимпиаде в Саппоро. И я взял у него небольшое интервью, а потом я сказал, Валерий, а вот мне бы хотелось всё-таки рассказать о вас побольше, вот как это сделать. Он говорит, да поехали, сейчас всё кончится, я всё расскажу. Мы поехали к нему домой в Тушино. У него была маленькая однокомнатная квартира. Он в то время был уже неоднократный чемпион мира, Европы, лучший игрок Олимпиады. И была маленькая квартира в Тушино. Я заночевал у него, мы были люди холостые. Этот день оказался нашего знакомства не последним, когда мы общались у него в Тушино или у меня в Люберцах. Мы могли пойти победать куда-то или пойти в театр. Однажды мы с ним ходили вместе на спектакль «Азори здесь тихие». В Таганку невозможно было попасть. Для Харлама такой проблем не существовало, его любили. И всегда администратор находил один-два билета, скажем, для меня, для него, для того, чтобы мы могли посмотреть спектакль. Валерка очень внимательно смотрел, переживал за судьбу девчонок, судьбу Шаповалова. Естественно, после спектакля мы решили подождать исполнительный главный ролик. А рядом с театром на Таганке был ресторан «Кама». Такой был уютный уголок. И мы пошли в этот самый ресторан. Вот когда мы подняли по бокалу, то Валерка вдруг сделал совершенно неожиданное признание. Он сказал Шаповалову «А ты знаешь, у тебя гимнастерка уже ко второму акту была такая же мокрая, примерно, как у меня к третьей смене в хоккее». И Шаповалов так рассмеялся и так благодарно Валерке руку пожал. Я думаю, что он никогда в жизни подобного комплимента больше не слышал. Постегни. Постегнуть? Ты не просто бросай, как я тебе говорил. Ну и что? Ну и что, ну и что? Вот. Ножки-то согни немножко, что-то стоишь как полбок. Давай. Валерка очень любил детей. Я вообще не видел человека, который так бы любил детей, как он. Безумно любил своего племянника, Таниного сына, которого тоже звали Валера. Его мама, Бегония, никогда на хоккей не ходила, потому что она не могла за себя ручаться, что было бы с соседями на трибуне, если бы кто-то что-то про него плохо сказал, когда он не забросил шайбу. Поэтому она всегда смотрела хоккей по телевизору. На телевизор свою, вот иконка у нее была, «Ла Верхенде Бегония», ну это «Святая Бегония», в честь имени ее обязательно. И вот сидит, переживает, кукиши держит. После войны я работал на заводе на коммунале, там клуб, вот там все время перед картиной танцы были, ну и там девчата, молодежь собиралась. Я там встретил друга, вот этого испанца, ну и он мне познакомил с девчатами, там с женой будущей. Она тоже на этом заводе работает. Она кончает смену, я кончаю смену. Посидим, чайку попьем и гулять идем. Я домой только ходил в 12, все время с ней. Мне голос приятный, она из возраста любви пела песню на своем языке на испанском. Как Лолита Торрес. Мы в кино смотрели фильм «Возраст любви» с ее участием, она красивая. На задний ряд сели, сновались, а я даже там брюки порвал. Близко кресла были, а там гвоздь торчал в этом, на бровь кресла. А я стал подниматься, зацепил коленку, отцарапал и брюки порвал. Нас не расписывали, потому что у меня был вид на жизнь в СССР без гражданства. А после, когда Валек родился, через три месяца нас расписали. мы жили при общежитии, и заводка и машина скорая помощь отвезла в больницу. А я вышел, скорая помощь уехала, холодно было. Метро не ходило, с шести метро ходит. Вещи ее взял, ну там, сверток-то этот, узел-то. А меня милиция задержала. А я был в шинели в отцовской такой, как дезертир, наверное. Задержали документы. А я так говорю, какие документы, что, ну пошли в милицию, я думаю, слава богу, сейчас я приду в милицию, хоть погреюсь, метро откроется, я уйду. Ну пришли, что за вечер? Ну посмотрите, я говорю, жену отправил в больницу, господи, вот документы мои, все, вот. А чего ж раньше не сказал, метро вот в шесть часов открывается, хоть погреться у вас. Ну посмеялись. Никто еще родился, я говорю, нет еще. Ну желаем вам мальчика. Мы вообще были очень с ним дружные. Как вот иголка с ниткой, это вот мы были с ним. Всюду, всегда вместе. Пока мы росли, я была физически здоровей. И выше его, и такая, вот. Он был поменьше. Ему попадало за меня. Мне никогда не попадало. Когда мы жили в коммунальной квартире, у нас был стол в середине комнаты. А попадать могло только от мамы. Она такая темпераментная, и чуть что, ну это, наверное, у всех испанцев, она быстренько снимала тапок, и вот с тапком, и чтобы нам не попало, Валерке в основном, вокруг стола бегали. Этим мы всегда спасались. Много такого у нас было, веселого. Наш старый год Мы провожаем с честью За все дела, Победы и мечты На ней попал И припись с нами, Вупись с нами вместе Москвич, земляк, Где б нынче не был ты, Где б нынче не был ты, Где б ни лета, Не плавал ты сегодня, И не один Мы с ним вместе На каток ходили, А я ему всегда говорю, Валер, представляешь, если бы мы с тобой Пошли в фигурное катание, Он говорит, Не дай бог Такую корову поднимать, Я же крупнее его, Это уж потом он Вытянулся, А так-то Он у меня в март-месе С 61-го года Савалет Как раз ангиней, И после ангиней У него осталось Порох сердца, Его нигде не разрешали, Ни в лагерь Меня не брали, Ни в школу был, Был освобожден от физкультуры, Он был буквально освобожден От всякой частости, Бег, Не плавать, Ничего. А ведь как, Он прибежит из школы, Руки сделает, И на улице, Ну и вот он там носит, Потный, И снег глотает, И все, И потом, Когда он устроился Вот в ЦСКА-то, А каждые три месяца Мы с ним ездили В Морозовскую больницу На обследование, Там проверяли его, А он же в ЦСКА-то, За мальчиком в хоккей Играл, На первенце Москвы, Я врачам не говорил. Мама ничего не знала, Мама вообще Даже не догадывался, Уже потом, Когда он в хоккей Целый год отыграл в ЦСКА, Мама ничего не знала, И все мы молчали. Ну и потом уже, Когда отец врачам признался, Что Валерка играет в хоккей Целый год, И вот тогда только мама узнала. Ну и в шоке была, В шоке. Но пошла смотреть тренировку. И уже с тех пор Мама все игры ходила, Пока уже он большим не стал, Совсем большим. АПЛОДИСМЕНТЫ 8 июля У нас была здесь свадьба, И, естественно, Здесь дядя Боря, Тетя Бегоня, Таня была, А Валер пришел с тренировки, Постучал, У нас телефона тогда не было, Связь была, Лежала палочка между балконами, Вот, И когда нужно было вызвать, Мы стучали в стекло. Он постучал, Так получилось, Что я вышла. Он говорит, А где мои? Я говорю, Все здесь, Я говорю, Заходи. Здесь я как бы Впервые обратила на него внимание, Потому что до этого Мне казалось, Что он маленький какой-то. Сидели за столом, Пели песни, Я ищу тебя в желтой пустыне, Хожу по расколотой дине, Ты скажи хотя бы, Как тебя зовут? В это время Валера посмотрел на меня И сказал, Валерий Борисович. Ну вот, Собственно, Первая наша юношеская любовь Началась вот с этого дня. И я влюбилась, И он влюбился. Мы стояли на балконе всю ночь, Он держал мою руку И целовал. И говорил, Что если, Говорит, Расскажу Там ребятам, Говорит, Какая у меня девушка, Не поверят. Два года прошло, У нас была чистая Юношеская любовь. Потом я почувствовала Отчуждение. Но это даже не отчуждение, Он просто старался Не попадать мне на глаза. Я поняла, Откуда это. И в бегоне потом она Сама мне призналась. Ну, Молода еще. У него карьера, У него спорт. То есть он пошел вверх. Тетя Бегоня поняла, Что уже серьезный. Сказала, Что Валерочка. Ну, Зачем тебе такое Сейчас серьезное чувство? Пока тебе еще рано. Я страдала по девичьям Очень сильно. И возненавидела И хоккей этот. Валерий Харламов Начал играть уже с 65-го года На команде ЦСКА. Он был в 48-м году, Но играл на 49-й. И у нас сборная Юношеская была. Потом попали В основной состав ЦСКА. Он уже горе играл. Чемпион мира стал. Наконец-то! Первая шайба В Чехословатские ворота За две встречи. Нам тоже хотелось Выскочить на лед И обнять Валерия Харламова. Жень, хорошо. Жень там. Жень. Мы чемпионы В девятый раз. Ориен Харламова Мы когда в Стокгольме были, приехали испанцы, а мы после заключительного банкета пришли в гостиницу и встретились. У него испанско заговорили, кровь. Как начал с ним по-испански говорить? Я говорю, ну, Харлан, оказывается, ты еще испанец, испанский язык знаешь. Он говорит, так это. Но он стеснялся говорить по-испански. Но мечта была у него, конечно, съездить в Испанию. Он очень хотел съездить еще раз в Испанию. Потому что, когда мы первый раз с ним были, ему 8 было, а мне было 7 лет. Мы там снег увидели в Испании. Один день шел снег. И что мы там вытворяли? И он все это помнил. У него была голубая мечта – съездить в Испанию. Но не суждено было. Год прошел, почти два. 7 ноября Валера как раз приехал с праздником родителей поздравить. Ну, и постучал мне, говорит, Галка, поедем. У меня все наши собираются. Ну, на своей машине туда отвез. Вот. Я там познакомилась с моим будущим мужем. Мне даже иногда кажется, что как будто это вот судьба какая-то, что Валерка именно отвез меня туда. Вот. Наверное, вот как будто, чтобы наконец-то я бы была счастлива и, ну, как бы в хорошие руки передал. И он не ошибся. Как-то мы поехали в Ленинград. Ну, и Валерка немножко пивка попер. Тарасов заметил. Мы едем в поезде. Приезжаем в Ленинград. Поселяет нас в гостиницу. Вдруг собрание. Валерка, голову опустим. Тарасов начинает собрание. И говорит, вчера в команде произошло ЧП. Ну, мы сидим все. Валерка голову опустил уже до пола. Вчера нарушил спортивный режим Мишаков. Мы раз сразу. Свою Валерка голову так подымает, подымает. А Валерка и все, даже слова ничего не было. И начинается. Все говорят, как ты мог нарушить спортивный режим? Ты подводишь себя, команду, нас. Давайте его накажем. Но из команды не выгонять. Ну, а что скажет Мишаков? А Мишаков так сидел, вот так вот, как я. Потом на дно колено стоял. Отец родной, прости, искуплю себя на поле. Ну, вся команда легла сразу. На что уж такое жесткое было, Антон Лавич. И то не выгодно, заулыбался, говорит, паразит Мишаков, паразит. Ну, все сразу распоняли, что он в команде останется. А Валерка так и даже не вспомнил. Ну, а потом, ну, все, интересно, что же произошло-то. С нами болельщики ездили, мы немножко выпили. И потом, не хватило немного, послали Сашку Рогулина. Его нет и нет. Ну, я начал искать, где он думал. Там туалет закрыт. Рвусь туда в туалет. Ты, Шура, там открывай. Открывай, там надо ланить стараться. Ну, и сразу утром приехали в Ленинград. Сразу собрание, сразу мне с высшей ставки 220 было, там на 120. Ну, и на разминке Крашу погонял меня. Ну, и вечером вышли играть. Ленинградцы пытаются пройти к ворота москвичей, но их соперники перехватывают шайбу. Отличный бросок Мишакова, 3-0. Ну, мы с Мигромой выиграли, а 3 забил, что ли. Ну, и вот они с доктором идут. Лёх, всем что-то разрешит пить, говорит, за голову схватиться, говорит. Он был весь в хоккее, весь в спорте. Он мне даже в будущем уже, когда он стал играть, он мне своих девушек доверял. Ему некогда было идти на свидание. Он мне говорил, Таня, сходи, будет в том-то, том-то, том-то стоять. Ты скажи, я или на сборах, или что-то. Фанатки вот такие были ужас. Просто прям, ну, не отстанут. Прям, прям, если вот так, если никого не было, просто вытащат из машины и утащат. Такие были поклонницы. Прям готовы на всё идти. Как-то смотрю, и моя дочка-то то появится, то пропадает. Я говорю, в чём дело-то? Ты где бываешь? Она потом мне сказала, что я познакомилась с молодым человеком. Он представился ей как шофёр. Я говорю, ни в коем случае не садись в машину. Я говорю, если шоферля такая, увезёт и не найдёшь. Она сама ещё не знала, что это Валерия Харламовна. И потом у девочки был день рождения, и они пошли в ресторан «Россия». Ну, мы, говорит, сидим за столом, и вдруг заявляется Харламов с друзьями. Ну, все там знают Харламов, Харламов. И, говорит, сели, говорит, напротив нашего стола. И вдруг заиграли танцы. Смотрю, говорит, направляется ко мне Харламов. Приглашает меня танцевать. Ну, мы пошли, говорит, танцевать. И вот так мы с ним и сблизились. Но мне ничего не говорило. Потом я увидела, что она у меня беременна. Я говорю, от кого? Это Харламов Валера. Я говорю, как? Ты что, с ума сошла? Я говорю, у неё уже столько поклонниц. И ты ещё увязалась. Ну, думаю, ладно, что будет, то и будет. Ну, и потом он уехал на чемпионат. У неё родился Саша. И 8 марта приезжает Татьяна, сестра его, и говорит, поедем. Мать приглашает домой. Я говорю, ну, езжай. Ну, собрали Сашу, поехали. Я звоню в 9-й, я говорю, ты домой-то собираешься ехать? А мне мать ей говорит, жди, Игорь, сейчас дядь приедет. Ну, я жду. Ну, Боже. И появляется она первая и говорит, ты ничего ему не говори. Я говорю, а почему? Он боится тебя до ужаса. Я ему, говорит, наговорила. Что она, говорит, тебя с 8-го этажа сбросит. А я говорю, ну, что я, дурочка, что ли, я буду говорить? Конечно, нет. Смотрю, он является с коляской, ставит коляску и говорит, не бэ. Это его любимая пословица. Я говорю, будет всё хэ. Не бэ. Ох. А я думаю, меня сейчас с лестницы сбросит. Я говорю, а с чего это ты взяла-то? Ну, мне твоя дочь сказала. Говорит, у меня мать такая, что сейчас тебя разнесёт, пух прахой, выбросит. Я говорю, нет, проходи. Ну, он прошёл и говорит, а я останусь у вас. Я говорю, а что это значит? Он говорит, ну, всё, я женюсь на вашей дочери. Ну, и говорит, слава богу. Вот так он 8-го марта остался у нас. Он же женился на своей супруге, когда у неё уже был мальчик от него. И мы вместе с ним ездили к ней, чтобы посмотреть на сына. И когда приехали, я говорю, Арлам, это ты лежишь? Маленький. Он говорит, да. А 14 мая они расписались. Свадьбу отпраздновали в Интуристике. Свадьба заканчивалась. Ну, мы подарки все собираем и повезли к матери. Когда приехали из ресторана, стали разбирать подарочки. Ну, мать есть мать, она же хочет посмотреть же. Открывает, вытаскивает, я думаю, бюст, антикварная вещица. И мать как взяла и лохнула. Ой, Мигель, это памятник на могиле. Я говорю, ты чё? Какую памятник? Люди от чистого сердца тут всё это делали? Нет, говорит, ты чё? Это, говорит, всё. Это памятник на могиле. Ну, испанцы, они очень такие суеверные люди. И вот так только первая авария, мать сразу говорит, ну, что я тебе говорила? Я говорю, ну, не жива? Нет, нет. Она говорит, не кончится так. Он объезжал автобус, который стоял на остановке. Дорога была свободна. И в это время на большой скорости пошла встречная тоже набор. Ему пришлось увильнуть. Хорошо он водил, это был хороший. Попал в столб. Если бы он не наехал бы в этот столб, он бы сбил людей. Ну, что повезло ему, тогда уже медицина была хорошая. И мы переломы лазерем делали под микроскопом как-то. Ну, долго он всё равно лежал. Он получил тяжёлые травмы. Перелом ног, повреждение рёбер и так дальше. И наши даже военные медики считали, что он не восстановится. Когда гипс сняли с него, когда он начал только ходить, он говорит, всё. Я говорю, Харлам, с таким характером, как ты, ты будешь ещё играть. Ребята молодцы. Они как-то негласно сделали. Как маме надо ехать в больницу, они всегда были дома. То есть её всегда кто-то подвозил. Потому что она ездила и днём, и утром. Кашку возила, и вечером ужин возила. Татьяна Михайловна вообще у меня дежурила. Личная секретарь была тогда, сколько звонков в доме было. Она на все звонки отвечала. Всё нормально будет жить, всё на поправку. Вот так. Молодцы ребята. К ним кто-то к нему ездил. И артисты его там, друзья. И Тронтенберг от него не вылезал, Лёня. Валерка относится к категории людей, которые располагают всё с первого взгляда. Он действительно стал симпатичен сразу и врачам, и медсёстрам. И в больнице для него сделали специальную комнату. Положили там гири, и он занимался там атлетизмом. И он в какой-то неимоверный короткий срок встал на коньки. Если бы вы видели, как он первое время выходил на лёд. Он, знаете, как кошка, когда видит воду, ей надо преодолеть эту преграду. Она лапкой так легонечко трогает, трогает. Что это такое? Так же он в первые тренировки выходил на лёд. Мы с Борисом наблюдали за ним. И потихонечку, потихонечку он выходил в форму. Наступил момент, когда нужно было его выпускать уже. Против какой-то команды в чемпионате СССР. И вот мы с Константином Борисовичем Лохтевым, кто был главным тренером ЦСКА, сидели и думали, против кого его выпускать. И мы решили выпустить его с командой Криво Советов. Потому что очень многие игроки Криво Советов играли в своё время в ЦСКА и были воспитательниками хоккейной школы ЦСКА. Когда в Лужниках во дворце спорта являли составы играющих команд и назвали имя Валерия Харламова, весь стадион встал, и овация длилась несколько минут. Вот какой популярностью он пользовался. И у зрителей, и у игроков. Мы игрались против команды Криво Советов. Там уже играли Нисин, Леведев, Будунов, Тюрин, Шаталов, Юра. И наша была задача дать Валерке забить. И не одну шайбу, а как можно больше. И вот в этой игре он забил три шайбы. Вы видели, какая радостная улыбка у него была на лице. Пусякажей забит шайб. И он в себя поверил. И после этого Харламов стал Харламовым второй раз. Это в лучшее время было незабываемо. Собирались вместе четыре команды. Московская. ЦСКА, Динамо, Спартак, Крылья. Человек 10-15 на улице Горького у ресторана «Яков». Мы говорили, сегодня у нас выходной день. У нас неделя перерыв. Давайте установим себе день отдыха. Какая сегодня будет струя? Шампанское, вино или водочное? Давай сегодня шампанское. И вот пили только одно шампанское. Рассчитываемся, как эники-бэники. На кого выпадет, тот платит. А потом в следующий заходим. Тебя уже выкидывают. Ты не платишь. Рассчиталось, другое платит. И вот так до конца в улице Горького. Кто там не в состоянии уже был идти? На такси, записку и отправили домой. В 1977 году Тихонов сменил на посту главного тренера ЦСКА Константина Борисовича Луккина, поскольку так решил Андропов. Хотя Андропов болел за «Динамо». Но он сказал, встречаясь на Лубянке с Тихоновым, пригласив его туда. Виктор Васильевич, конечно, я хотел бы, чтобы ты тренировал «Динамо». Но все игроки-то сборной, почти все, собраны в ЦСКА. Поэтому ты должен возглавить и ЦСКА, и сборную. Виктор Васильевич, если бы возможность была вас перевести в Московскую «Динамо», но указание Леонидовича Брежнева вас перевести в ЦСКА. Я говорю, вы знаете что? Одно – это команда ЦСКА, а другое – это команда сборной команды. Две команды. Я просто не справлюсь. Он говорит, Виктор Васильевич, нет, справитесь, и вам придется работать очень много. Через неделю меня снова вызвали в Москву, и когда Юрий Владимирович меня напутствовал второй раз, он сказал, вам карт-бланш мы даем, вы можете любого игрока, который вы посчитаете нужным, освободить. Мы знаем, какая там ситуация. Все в дисциплине. Не считайся, наведи порядок, дисциплина. Вот с чего я начал. Тихонов хотел из команды сделать робот. Ему звезды не нужны были, потому что со звездами тяжелее работать. У каждой звезды есть свой характер. Конечно, он не долюблен эту тройку Петров, Михайлов и Харланов. Хоть такая, что он и разбил эту тройку, когда перевел Харламова в одно звено, Михайлова, и Петрова в другую. То я им сразу же на сбору сказал, я говорю, если он вас раздернет, вы по одному, кроме Харлама, никто не сыграет. Вы только сильный, сильный. Только тройки. Однажды, когда сборная готовилась к Кубку Канады в Аркангельске, я приехал навестить Валерку. И впервые в жизни он попросил Ленина, сходи к Моисееву. Моисеев был второй тренер. Ну, под видом какого-то интервью, может быть, задашь несколько вопросов по подготовке ЦСКА. Я спросил, возьмут меня на Кубок Канады или нет. Я пошел к Моисееву. Складывал один вопрос, второй, третий, четвертый. И так, между прочим, спросил Игорь Иванович, ну а что, Игорь Валера, ты как? Может, потом поедет? После Кубка Чемпионов, как Кубок Канады. Моисеев сказал, да нет, не поедет он. Он не готов, он не поедет. Потом был Кубок Чемпионов в Италии, где Валерка стал лучшим нападающим. Тут в газете было написано, что Виктор Васильевич его не взял из-за того, что он физически не готов. Ну, как так? Он в Италии лучшего получает, а в сборной он не готов. Виктор Васильевич потихоньку изживал это звено, Петров Михайлов Харламов. Но ему не нужны были игроки, которые он не мог управлять. Первый – это Михайлов, второй – Петров, и третий остался вот. Харламов, кого нужно было потихоньку сплавить. 26 числа Ира вернулась из Ялты. Привез ее Валера поздно вечером. Ну и мы поужинали. Было уже поздно, легли спать. Ира спала, как сурок. Валер не мог спать. Просыпался каждый час, наверное. Ну, я тоже думаю, что же с ним случилось. Потом утром Ира сказала, ты не задавай ему лишних вопросов, его не взяли в Канаду. Может быть, я подумала, на почве это он так беспокойно спит. Ночь прошла, утром встали, они в 8 часов позавтракали. Ира говорит, я поведу машину. Я говорю, Валер, ни в коем случае не давай ей машину. Он говорит, нет, нет, я не дам, потому что мне, говорит, еще нужно их развести. Ну, я говорю, ну, езжайте. И уехали. 27-го утром звонит Татьяна Михайлова. Быстро приезжай ко мне. Валера разбился. Приезжай скорее. Вылетаю, как назло. Ни троллейбуса, ни автобуса, вся бутырка забита. Ни такси. Ну, нашла частника, вся реву и не верится. Еду, водитель меня спрашивает, что у вас случилось? Мне сказали, что у меня брат разбился. Приезжаю к Татьяне домой, а там бедная Андрюшка, сын младший. Тетя Таня, они уже уехали в морг на опознание. Вы сидите, ждите. Вот я сидела, ждала, потом Татьяна оттуда мне звонит и говорит, да, это Валера. И все. Ужас. Потом по радио пошла информация сразу же. Потом папа пришел. Мы домой все приехали. А у нас же проблема. У нас же завтра мама должна приехать. Мать вовремя ехала в поезде с Испании. А у матери слабое сердце было. И надо было так сделать, чтобы в поезде она не узнала об этом. Понимаете, что-то по радио не услышала. А весь мир к этому времени уже знал об этом. Мы вечером должны были играть в товарищеском масте с канадцами. Мы идем в Виннипеге. Нам на дороге канадцами говорят. У вас трагедия в России. Мы говорим, что такое? Харламов погиб. Мы опешили вообще. Ну, сначала не поверил. Потому что мы только увидели его. Мы прилетели только. Вечером по всем программам показали. Как он Харламов забивает голы канадцам. Рассказали о нем. Собрали все ребята. Помянули. Выпили по 100 грамм водки все. Приехали корреспонденты. Привезли фотографии. Когда он уже лежал в ЦСКА. Ну, и сразу же все ребята на Тихону. Во-первых, ты виновник. Что Харлама не взял. Если бы взял он, у нас такого горя бы не было. Не верилось. Только вчера человек пришел. Даже после того, как его отцепили. И несправедливый. Только вчера он, наступив себе на горло, зашел в автобус. И пожелал всем удачи. И вдруг сейчас его больше нет. Вечером мы хотели матч отменить. Но канадцы сказали, нельзя. Уже народ только собрался. Все в черных повязках вышли. Минута молчания. Все канадцы голову опустили. Все люди, гуляя по улице, подходили, останавливались. Приносили соболезни. Приносили имя Харламов. После 72-го, конечно, он сделал там революцию в хоккей. Он как там национальный герой. Я думаю, что его больше знали там, чем у нас в России. Мама как встречали, ужас. Чтоб не догадалась, чтоб ничего. А я ее не встречал, дома остался. А дочка встречала. Ну, она приехала, говорит, ничего такого грустного. И спина болит у меня. А, говорит, радикулит тебя. Я говорю, да. А со мной истерика началась. Я ушла в ванную, истерика. Она сразу, кто там плачет? Ну, сказали, Татьяна. А ты что? Ну, она сказала. Валерик разбился. Ну, и сразу неплохо тоже. Полы ей. Прощание с Валерой пришлось продлить еще на два часа. Была огромная, колоссальная очередь. В Ледово, говорится, в ССК. Там через забор лезли. Очередь от метро прям. Немного народа было. Народ шел, 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 шел. Потом перекрыли, потому что надо было уже везти на кладбище. В 81-м году даже природа откликнулась. Был жуткий ливень, когда шла эта грустная процессия по Ленинградке. Я помню, я помню почему-то четко, что мы ехали, и какой-то мужчина выскочил на дорогу. Дождь и сон на коленях. На кладбище как раз выступал, дождик пошел. Гром, дождик. Там, говорят, вся Москва плачет. Говори, да, дождик пошел. И потом вдруг солнышко. Валера все время, я не знаю, как это у него, приговорка такая была. Но он когда с кем-то разговаривал, и если человек сразу не понял, и переспрашивает. И он никогда не повторялся, а говорил, «Тлист ли?» Он немножко картавер. И он говорит, «Тлист ли?» Вот почему у него 33, это было как бы... Ну, 33. Так он себе 33 наговорил. Мне было пять. Ну, очень так все смутно помню. Только по фотографиям, которые дома остались. И все. Валера очень хотел Сашу отдать в футбол. Я говорю, нет, Валер, мы будем продолжать династию твою. Он говорит, ну, как ты будешь в 7 часов ездить на тренировку с ним? Я говорю, буду. Ну, давай. Нашел коньки. В 3 года мы его поставили на конечки. Он у нас ходил дома в коньках, чтобы ножки немножко крепли. А потом, в 81-й год, в ноябре, я его отвела в ЦСКА, к Чебарину. Взял его. Вот так у нас пошла хоккейная династия. А беганита у меня, то, чтобы дома не сидела, я ее отдала в фигурное катание. Покатались мы немножко. У нее бронхит начался. Она очень любила лед. Ела его, как могла. Нет, я говорю, пойдем в свой клуб родной. Пошли. Я отдала ее в художественную гимнастику. И вот она дошла до мастера спорта по художественной гимнастике. Кончила сейчас институт. Мы ехали на соревнования в поезде. По гимнастике куда-то мы ездили. Я лежала на полке, спала. И сплю, и вот мне какой-то образ. Вот я знаю, что это мама. Но я так вот ее не видела, вот так вот, вживую. Ну, как по фотографии. И она, ой, там, дочка. Ну, я не знаю, вот, как-то меня взяла за руку. Все такое, прям солнце, все так красиво. Вот, и она, я вот, главное, вот так вот держу ее, то есть, в руке. Она вот так, аж так и проснулась в кулаке. Вот. И она, вот, смотри, как здесь все красиво. Я так, ой, мамочка, мамочка. А она такая, ну, ладно, мне пора. И как стена, раз, так выросла, прям все потемнело. Сразу так я проснулась, у меня подруга будет. А я у меня прям проснулась, у меня слезы. Фильм, мне одно издательство позвонило, очень такое, именитое российское издательство позвонило. И говорят, вы не могли бы сказать несколько слов, мы знаем, что вы преданный хоккею человек, не могли бы вы сказать несколько слов о современном хоккее. Я говорю, вы опоздали на 20 лет ровно. В 81-м году я завязал с хоккеями. Вот как ушел Воляр Харламов из жизни, я перестал ходить на все матчи, перестал ходить на хоккей. Потому что это, мало того, что ушел, ну, как бы лучший игрок мира, ушел человек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok